Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В результате совместных усилий сотрудников Мозырского РОВД и областного милицейского ведомства, а также представителей Следственного комитета, удалось установить подозреваемых в совершении дерзкого преступления. По горячим следам были задержаны житель города Мозыря, житель Добуржского района и житель города Минска. Двое из них уже имеют судимости, в том числе и за незаконный оборот наркотических средств. Все трое нигде не работают. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Фигурантам разбойного нападения может грозить наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обошлось без жертв, но сгорело все придомовое имущество. Чрезвычайное происшествие накануне произошло в Гомельском районе. Спасатели Гомельского гарнизона выехали по сообщению о пожаре в сарае в деревне Романовичей. Огнем практически полностью уничтожен деревянный навес, повреждены кровля и деревянные перекрытия строения и баня. Одна из предварительных версий причины пожара – поджог. Спасателями Гормельского гарнизона по сообщению о пожаре выехали в деревню Романовичу Гомельского района. В результате пожара огнем повреждена металлическая кровля и имущество внутри деревянной бани. Причина пожара устанавливается. За прошедшие сутки на территории области сотрудники госавтоинспекции остановили 19 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Неутешительная цифра отмечена в сводках оперативной информации ГАИ. В целом, за прошедшие сутки на территории области было выявлено 850 нарушений правил дорожного движения. 10 пешеходов участвовали в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения. И 91 пешеход нарушил ПДД. Кроме этого, на территории области за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал. Такой обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До встречи.